К видеоконференции присоединились все города и районы Краснодарского края. Провел совещание вице-губернатор региона Юрий Гриценко. На повестке дня защиты территории от паводков. Гриценко отметил, что все необходимые работы по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в целом выполнены. Проблема защиты территории края от паводков остается острой. Требует каждодневного внимания и принятия органами исполнительной власти всех уровней самых решительных мер. В крае проводится большая целенаправленная работа по защите населенных пунктов, расположенных в поймах рек. Отлажена система предупреждения и мониторинга ситуации на реках и водоемах. Расширилась сеть гидрологических постов на реках. Совершенствуется система экстренного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайной ситуации. Но слабых мест по-прежнему хватает, а потому здесь важна консолидированная работа местных, краевых и федеральных властей и структур. Важно организовать постоянное наблюдение за уровнем воды в реках, особенно в предгорной части и на Черноморском побережье. Так, наблюдение в Сочи показало, что уровень воды в реке Кепша уже составляет 1,8 метра. До критического уровня остается всего 60 сантиметров. Проведено обследование состояния 28 водных объектов на предмет их готовности к пропуску паводковых вод в весенний-летний период. Особую тревогу, как вы знаете, вызывает река Кепша, Дагомыс, а также восточный и западный Дагомыс. В работе по проведению противопаводковых мероприятий в Сочи будет задействовано 1400 человек и 420 единиц техники. На расчистку русел рек выделено 15 миллионов рублей. На совещании отметили, ущерб от воздействия паводковых вод, затраты на ликвидацию последствий наводнений многократно превышают вложенные в подготовительные работы средства. Поэтому сегодня первоочередная задача – повышение защищенности населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от паводков. А самое главное – сохранение жизни и здоровья людей. Поэтому задача на ближайшее время – своевременная расчистка рек и работы по берегу укреплению. В целом, паводковую ситуацию в крае Юрий Гриценко назвал стабильной.